Приветствую вас. Я, если честно, думаю, что проблема ваша достаточно легко объясняется, но гораздо сложнее, конечно, прорабатывается. Вы хотите нормальные отношения. Что такое нормальные отношения, не очень понятно, правда, но все очевидно, что вы хотите нормальные отношения для чего-то. Вам нужны нормальные отношения, чтобы, чтобы. Это первое. Соответственно, когда вы встречаете человека, который вроде как готов или может дать вам то, в чем вы нуждаетесь, вы начинаете с этим делагом отношения. Но проблема в том, что никто не способен дать вам то, чего вы хотите. Полностью только вы можете себе это дать, потому что вы знаете, для чего вы хотите. И в зависимости от того, чего и для чего вы хотите, вы устраиваете свое поведение, и в том числе с мужчинами. Поэтому выглядит все так, что вы начинаете встречаться с мужчинами для того, чтобы получить именно то, что вам нужно, но никто не способен вам это дать, и когда вы чувствуете, что у мужчины больше потенциала нет, вы с ним расстраивайтесь. Вот. Да, конечно, позиция Кудрячева Игоря Леонидовича тоже, безусловно, иметь место быть. Но я хочу обратить ваше внимание еще и на вектор интереса. То есть интерес может быть разным, можно интересоваться человеком для себя, можно интересоваться человеком для него самого. И понимаете, какая штука, если вы интересуетесь мужчиной для себя, то получается, что вы чего-то себе не додаете, а раз так, то и человеку дать, вы ничего не можете. И здесь мы переходим к тому, что вы пишете, что добьюсь мужчину. В том же дело, что мужчине добиваться никаких не нужно. То, что вы добиваетесь мужчины, уже говорит о том, что вы пытаетесь за него быть кем-то. А это же не естественно, не настоящая вы. Поэтому тут уже есть тот факт, что вы не ведете себя естественно, что мужчина вам нужно именно добиться. А значит, он воспринимается вами как приз, как что-то, что может вас как-либо характеризовать. Ну, в контексте того, что сказал мой коллега про самооценку. А это значит, что само человеческое сущное соотношение отходит на задний план. И как только вы получаете и постариваете то, что вам нужно, сразу же вам он действительно становится неинтересен. Но, на мой взгляд, происходит это исключительно из-за того, что вы не нацелены изначально на личность человека, на его духовный мир, на то, чтобы сделать его счастливым, на то, чтобы способствовать его личностному росту и на безусловное принятие его. Почему? Потому что всего этого вы не даете себе. Люди добиваются других людей для удовлетворения своих желаний. Нет, одно дело, когда они отдают себе в этом отсчет и сознательно выбирают людей для реализации своих желаний. Это нормально. Но эти люди не становятся зависимыми. Они просто выбирают более удобные или разные способы. Когда человек не может отказаться от какого-либо способа, это уже называется зависимость. И получается, что в какой-то степени вы зависимы от определенного типа мужчин. Вот. Понимаете? То есть вы даже, вот нет никаких персоналей, да? Нет никаких персоналей в том, что вы говорите. Вот вы говорите, добьюсь мужчину. Какого мужчину? Понимаете? Это два статистика. Это цифры. Каждый, каждый человек уникален. Но вы видите ли вы уникальность в партнере? Ну вот. Вы говорите, хочу поставить нормальные отношения. Нормальные отношения с кем? Отношения, нормальные в том числе, ну, для вас, те, которые вы считаете нормальными, невозможны без человека. То есть отношения определяются другим человеком. Они появляются благодаря ему. У вас же в сознании эти отношения уже существуют. А значит, вы себя и своего партнера пытаетесь под них подстроить. И если себя вы подстраиваете легко, то партнеры, естественно, под вашу модель отношений не подстроятся никогда на 100%. А значит, вы всегда будете терять интерес. Поэтому здесь вам нужно, вот то, что вы можете сделать сами, обратить внимание, как воспринимается отношение нормальное. Чего вы хотите. Вот. И когда вы смотрите на человека, вы на что нацелены? На себя? Если на себя, то на что конкретно, для чего и т.д. и т.п. Если на него, чего вы хотите. Для человека. Понимаете? Да. Дальше. Добиваясь. Вы всех мужчин добиваетесь? То есть получается то, что изначально мужчина к вам не расположен. Изначально мужчина либо женат, либо с кем-то встречается, либо просто интерес к вам не проявляет. И вы пытаетесь его добить. Ну так. С чем это связано? Для чего вы пытаетесь добиться? Чтобы что вы пытаетесь добиться? Исправить можно. Причина вам сказала. Но исправить, понимаете, вот, эм... Сам факт того, что вы пишете исправить, говорит о том, что то, что вы делаете сейчас, это неправильно. Но это не так. Это не неправильно. Это ваш способ реализовать то, что вы хотите. Этот способ не идеален, как и все другие. Он вам вредит, как и многие другие. И на то, что вы умеете. Если мы подходим к своему поведению через исправление, если мы пытаемся исправить то, что вот, ну, то, что мы делаем, то это означает, что мы допускаем, что мы неправильно поступаем, неверно. А это не так. Это уже идет под спутное обесценивание себя, своих ценностей и так далее. Вот. Мне бы этого для вас опять же не хотелось бы. Многие люди, они вот задают вопросы, да, по типу, значит, как с этим справиться, как с этим бороться, да. Вот. И у меня к вам, пожалуй, будет вот какого плана вопрос. Вот вы спрашиваете нас, да, можно ли, в чем может быть причина такого поведения. Ну, вот мы и вам, в принципе, скажем, да, что, ну, наценка, да, там, допустим, страх перед серьезными отношениями, как сказал мой коллега Кудрыщев Игорь Леонидович. Например, какие-то желания, вот вы и сами озвучили желание построить нормальные отношения, правда, вы не совсем, видимо, понимаете, что стоит за этим желанием и не отдаете себе отчет, что нельзя хотеть построить отношения. Потому что, как я повторяю, отношения без другого человека не существует. Как бы, отношений без других людей не существует. То самое, как, например, не существует, допустим, там, мужа и жены, да, не существует брака семьи без, собственно, супругов. Вот. И, да, нельзя быть родителем, там, без детей, то есть, как бы, это вот, так не работать. Нельзя быть другом без друзей, да. Вот. То есть, если человек становится другом, только, когда у него появляется, ну, как бы, друг, еще один человек появляется. Вот. Но, если человек хочет дружить, вот, хочет дружить с кем-то, это все-таки говорит не о том, что я готов быть другом, а там, что он чем-то не удовлетворен. И что в этот момент, если появляется кто-то, то через этого кого-то человек пытается реализовать то, что ему нужно. Так вот, вы спрашиваете, значит, можно ли это исправить? Да, можно. Говорим мы. Какие причины? Причины назвали. Что дальше? Я более чем уверен, что вам, ну, мало, я более чем уверен, что вам мало, вот просто короткого ответа. Так почему вы не говорите, что вы нуждаетесь в помощи? Почему вы не говорите, что вы готовы принять помощь? Готовы заняться, например, психотерапией? Вот. Ибо простые ответы вам не помогут. Знания вам ничего не дадут. Знания это больше для, все-таки нас, для психологов. Вот. Вам не знание на них. Вам нужна реальная помощь. Вот здесь тоже непонятно. Несколько вот непонятных ход ваших мыслей. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом. Удачи! Удачи! Удачи!